Научная библиотека имени Николая Ивановича Лобачевского одна из крупнейших и старейших библиотек в России. Основана в 1804 году одновременно с Казанским университетом на базе фондов, переданных библиотекой Казанской гимназии. В 1953 году имени Николая Ивановича Лобачевского было присвоено библиотеке Казанского университета. Это было его любимое детище. Благодаря его деятельности библиотека университета превратилась в одну из лучших в России. Во время своей работы с членом библиотечного комитета Лобачевский хорошо познакомился с состоянием фонда в библиотеке. Первоначальные фонды состояли из четырех крупных книжных собраний. Библиотека известного государственного деятеля Потемкина, секретаря Российской академии художеств, казанского дворянина Полинского, лейб-медика Санкт-Петербургской медико-хирургической академии Франко и санкт-петербургского купца Зимнякова. Фонды насчитывали до 16 тысяч томов. Первоначальные фонды библиотеки были достаточно велики, и пополнение шло достаточно быстро. Чтобы использовать эти богатства в научной и учебной деятельности университета, требовалась не только разработка точных каталогов, но и создание помещений для их удобного хранения. Лобачевский провел первую полную проверку наличия книг и руководил составлением первых каталогов, сохранившихся до наших дней. Он заложил основы научного комплектования и обеспечение сохранности библиотечного фонда, сделал библиотеку доступной для жителей города. Он выдвигает важнейший принцип комплектования фондов университетской библиотеки, без осуществления которого невозможно развитие научной мысли. Это необходимость своевременного приобретения новейших сочинений, прежде всего важнейших периодических изданий. Руководствуясь этим принципом, Николай Лобачевский летом 1821 года в Петербурге в местных книжных лавках отбирает книги по математике и физике. Лобачевскому принадлежит заслуга организации четкой системы быстрого получения новейших заграничных изданий. С 1830 года постоянным комиссионером Казанского университета становится петербургский книгопродавец Греф, имевший тесные связи с многими иностранными книготорговыми фирмами, с которыми Лобачевский познакомился еще в 1821 году во время своего пребывания в Петербурге. Вот именно эти противопожарные ставни, ну и подобные, которые были установлены в других зданиях, в 1842 году спасли не только библиотеку, но и весь Казанский университет от страшного пожара. В новом проекте, подготовленном Казанским архитектором Пятницким, в библиотеке отводилось три весьма обширные комнаты на втором этаже. Самая большая из них принадлежалась для профессорской библиотеки, две другие – для студенческой библиотеки и канцелярии. Здание библиотеки было заложено 11 августа 1834 года. Внешнее здание выглядело строго, но внутренняя отделка по замыслу и архитектора Лобачевского должны были быть великолепны. Центральное место, две трети всей площади, занимает двухсветный зал высотой в два этажа. В 1837 году строительство было полностью завершено, и теперь любимая детища Лобачевского получила прекрасное помещение, достойное ее фондов. В свое время фондами пользовались еще будущий писатель Лев Николаевич Толстой, политический деятель Владимир Ильич Ленин. Библиотечный зал поражал своей красотой. В своде потолка против каждой колонны были нарисованы в две тени изображения эмблем различных наук и художеств. Как говорил английский писатель Сомерсед Моэм, приобретая привычку к чтению, вы строите для себя убежище практически от всех страданий жизни. Так что до новых добрых встреч в библиотеке. Ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Илья Андреев, Булат Садыков. Итоги недели.